Вопросы веры Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл передач, рассказывающих о жизни монастырей Пензенской митрополии. И у нас в гостях настоятельница Троицкого монастыря, игумения Александра Макова. Здравствуйте, Матушка Александра! Добрый день! В начале беседы хотелось бы напомнить нашим телезрителям об основных, самых ярких событиях прошедшего года, которые так или иначе касались, соприкасались с жизнью обители. Чем для вас был ознаменован прошедший год? Знаменован, ушла из жизни наша матушка-настоятельница, возглавлявшая более 20 лет обители, матушку Митрофанин. Для меня это была большая утрата, поскольку я с ней 16 лет несла послушание келийницы. И владыка, митрополит наш Серафим назначил меня исполняющую обязанность настоятельниц. И 24 июля 2015 года возвел в Сану Гумене. Происходит ли сейчас пополнение насельниц? Сколько всего насельниц в монастыре? И кто и как обычно приходит к вам в монастырь? Сейчас у нас 23 насельницы. Приходят разные люди и по разным причинам. Кто-то служит Господу, кто-то приходит от каких-то проблем, которые не смог решить в жизни. Тем не менее, они как-то находят себя в монастыре и остаются жить у нас. Сейчас у нас одна схемонахинь, 9 монахинь, 3 послушницы, 3 инокини. Почти год назад на территории монастыря стоялось открытие богодельни во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Понятно, что на Руси испокон веков было принято подавать милостыню. Храмы строились всегда, всем миром возводились. Ну вот такая форма благотворительности, как организация богоделин, наверное, вот она еще пока в сознании многих остается забытой. Насколько активно жертвуют верующие на это дело? Мы начнем с того, что эту богодельню построила одна отстоятельная женщина, именно свою не разрешает называть. Она похоронила свою маму и в памяти своей маме построила эту богодельню, чтобы одинокие бабульки, по тем или иным причинам, не могшие создать семью или попавшую в жизнь в ситуацию сложную, могли обрести какой-то покой. И в мае 15-го года владыка осветил это здание. Сейчас там 13 насельниц. Старшая медсестра Надежда Николаевна Ермошина. Оказывается ли помощь? Да. Находятся люди, которые жертвуют, помогают. Кто деньгами, кто продуктами, кто какими-то вещами. То есть люди откликаются на нужды богодельни. Кто может рассчитывать на возможность попасть в богодельню? Происходит ли какой-то отбор будущих насельников в богодельню? Происходит. У нас целая комиссия, в которой разговаривает каждый желающий поступить. Есть и психолог, и батюшка, и сама благодетельница приходит, смотрит. То есть женщины, которые еще более-менее могут ухаживать за собой. То есть для больных и лежачих там условий нет. Смотрим как бы на степень адекватности. То есть психически, чтобы так устойчив было. Потому что с такими людьми как бы совсем неадекватно мы там тоже как бы не справимся. Ну то есть вот такие. А в чем конкретно есть потребность, есть необходимость больше в продуктах питания, в деньгах? Может быть не хватает сестер милосердия, медицинских сестер? Сейчас проблемы, наверное, больше в деньгах, на зарплату персоналу. Наверное, одежда, медикаменты, средства гигиены в первую очередь. А каким образом можно оказать помощь? Прийти в богодельню или где-то еще, может быть, сбор происходит? Есть ящики, где собирать денежные средства. Также назвать телефон Надежды Николаевны, к которому можно позвонить, прийти в богодельню. История Троицкого монастыря, который сейчас является собой духовный оазис в самом центре шумного города, началась еще в 17 веке и была прервана, как и история сотен других обителей с приходом к власти большевиков. Возрождение общины здесь началось в 93 году. Несмотря на бытовые трудности, в это время сюда приезжали будущие насельницы, даже из Омска. Я об этом никогда не думала. Приехала сюда больше 22 лет назад посмотреть. И тут были условия такие непростые. И вот я осталась. А о постри я вообще не думала. Матушка предложила, я согласилась. Здесь была наша Амичка, она правда сейчас в Иерусалиме. Я вот приехала его проведать. И так осталась. Потом поехала, уволилась и осталась здесь. По словам монахини Фессалоникии, от решения уйти в монастырь ее отговаривали только на работе. В Омске она трудилась на станции техобслуживания. Родственники были в недоумении, но не препятствовали этому шагу. А ее саму, по величайшей милости Божией, сомнения не одолевали никогда. Через полтора года после приезда в Пензу она приняла иночество. А еще через пять – монашество. Насельницы монастыря оканчивают день в 10 часов вечера. В час ночи вновь встают на двухчасовую молитву. А потом, после непродолжительного сна, идут в храм на утреннюю службу. В летнее время в списке послушаний насельниц появляется работа в огороде. Остальную часть года большинство женщин проводят за чтением псалтири и в ежедневных хлопотах на кухне. В меню монахини совсем отсутствуют мясные продукты. В Великий пост исключается и рыба. По средам и пятницам при готовке запрещено использовать растительное масло. А на крестопоклонной и страстной седмицах масло не вкушается всю неделю, за исключением Великого четверга. Меру поста или его ослабления монахини выбирают, исходя из своих телесных и духовных сил. И, безусловно, по благословению духовника. Конечно, далеко не все насельницы морально готовы к принятию одинаковых обетов. Поэтому все они в течение жизни проходят несколько этапов, которые начинаются трудничеством, когда женщина просто проживает и работает в монастыре. После чего, пройдя послушание и получив благословение носить подрясник и апостольник, становится послушницей при пострижении и наречении нового имени Иннокеней. И только затем, при постриге в малую схему или монашество, ей удаются обеты послушания или отказа о своей личной воле, безбрачие, нестяжание, или отказа от личной собственности и непрестанной молитвы. Молитвы о собственной душе, о душах мирян и, конечно, о детях. Я росла, училась, выучилась в Ташкенте, постречала мужа будущего, и он привез меня в Шамшейский район, в село Каргалейка. Мы с детьми, двое детей у меня, мальчик и девочка, и муж, и я переехали в Каргалейку к его бабушке. А дети окончили школу и переехали в Пензу, они работали в Пензе, мы жили в Каргалейке. В 98-м году на улице Чкалова случилось несчастье. Мои дети, двое, мальчик и девочка Максима и Антонина, и еще четверо, они отравились газом. Нам только сообщили Каргалейку, что езжайте в морг, ваши дети отравились газом. Ну, мы приехали, похоронили их в Каргалейке. И я в то время была небоцерковлена, как бы, вот, жила я невенчана. Я чувствовала много за собой грехов. А когда погибли мои дети, когда я их уже похоронила, на меня нашло такое чувство, что мои дети горят. Я прям, я ходила и чувствовала этот огонь. И я все время думала, как же мне их спасти. И я не знаю, кто вложил мне в эту мысль, но я поняла, что в Пензе есть монастырь. И что спасать нужно детей там. В 2005 году я приняла постриг. И до сих пор, вот, живу уже где-то 17-18 лет, я живу в монастыре. В жизни я довольна. Душа моя успокаивается. Постепенно я принимаю и учусь молиться. Но, как я обещала Богу, на первом месте у меня, конечно, стоит труд. Трудится на сельнице не только в храме и на кухне, но и в богодельне при монастыре, возрождая дореволюционные традиции помощи нуждающимся. Сюда попадают как одинокие бабушки, которые уже не в состоянии самостоятельно за собой ухаживать, так и пожилые монахини, божьи одуванчики, как ласково их называет персонал богодельни. Две недели назад три новые постоярицы поступили сюда из Зимеченского района. Слава Богу, я знаю, как благодарить. Я знаю, как благодарить. Очень-очень. Сил нет там. Гадок большие. Мне 23 года. Вот. Сил нет. Там мы жили с ней. Она вот, Наталья, с сестрой. И мать у них еще жива была. Я одна-то остался. И с ним с детства. Я сейчас одна. Я росла сиротой. Вот. У меня у мать года... У меня год было, у меня мать померзла. И вот я осталась сиротой. И, в общем, ну, с матькой жила. Я с матькой жила. Ой, была 15 лет слепая. А вот Господь сейчас дал, видишь, мне, как один, хуй, о вас, ну, глядите. Слава Богу, была дарена. Несмотря на то, что богодельня находится при монастыре, степень воцерковленности опекаемых здесь не имеет принципиального значения. Неверующим, одиноким и беспомощным старушкам в поддержке никто не отказывает. У нас сейчас 15 человек опекаемых. А живем за счет средств. 75% от пенсии, как бы, они отдают мне. Вот. Но этого не хватает. Поэтому благодетель у нас есть. Есть хороший у нас благодетель. Который есть межмесячный, допустим, вот они. Энную сумму мне выделяют. На 26 человек рассчитаны, благодетельные. Вот. А как у нас комиссия. Создаются комиссии. Допустим, если есть, звонит мне, так скажем, кто желающий есть. Комиссия создается. Это духовник наш, отец Сергей Лоскутов, матушка-ягуменья, доктор-психиатр, благодетельница, которая это построила. В общем, такая комиссия у нас создается, и мы с ними общаемся. Александра Ивановна Горбачева живет здесь уже десятый месяц. Случайно увидела заметку о благодельне в газете и, будучи с самого детства лишенной зрения, сумела с Божьей помощью добраться до Троицкого монастыря из отдаленного и давно забытого районной властью села. Питание такое прекрасное. Ну и вообще там было же проживало, стощение было. Ну а здесь, здесь немного и сальца, и с места появилось. Не, ну правда, питание, ну что, на столе, придем, все готово. За продуктами ходил три километра. Туда три, а тут три. Выходишь везти с таким зрением. А дорогу, через дорогу, значит, на Москву, я определяла, добавляла ушами. Я уже почти совсем не видела. Вот ушами добавляла. Именно после переезда в богодельню в жизни женщины случилось еще одно знаменательное событие. Она нашла в пензе врача, сумевшего вернуть ей зрение. По этому поводу Александра Ивановна даже сочинила стихотворение, которое адресовало доктору, сотворившему с ней настоящее чудо. В 73 года с половиной почти незрячей я была. И в раз с прекрасным уж талантом открыл мне мои глаза. Вижу мир я во всех красках, восхищаюсь красотой. Золотые ваши руки так сработали со мной. Обнимаю я вас крепко и спасибо говорю. И не бываю я печально, улыбаюсь я всему. Еще одна милость Божия, посланная усердным в трудах монахиням, восстановление Троицкого собора, с завершением строительства которого начнется новая веха в истории старейшей обители в центре Пенза. В прошлом году Троицкий монастырь выступил организатором проведения военно-патриотического лагеря для детей. Кому принадлежит эта идея, в связи с чем, и что вообще из себя представляет эта лагеря? Наша руководительница воскресной школы, Токарь Валия Ивановна, которая пришла к нам на работу, до этого она работала в Уламове, такой опыт проведения у нее было. И она решила этот опыт привести на нашу воскресную школу, собрать детей и провести ее. В общем-то, затея удалась, всем понравилось. Сейчас у нас воскресная школа, где они также продолжают обучать. Учитель есть по туризму, то есть это как собрать палатку, как собрать правильный рюкзак, развести костер. В течение года они все это проходят, и с нетерпением ждут следующего лета, чтобы еще раз пойти в поход. Это будет только летом такая традиция? Или в другие сезоны тоже возможно такое проведение? Только летом. Потому что дети живут в палатках, разбивают палатки, жгут костер, сами себе готовят пищу на кострах. Вы упомянули о воскресной школе. Сколько сейчас там воспитанников? И какие предметы еще, помимо туризма, о котором вы сказали, дети изучают? 25. Детей сейчас занимается в возрасте две группы от 4 до 6 и с 7 до 10 лет. Это закон Божий, это основа православной веры для малышей, там такой творческий какой-то урок, это рисование, лепки, пение. Также для взрослых это пение, и детские песни, и духовное песнопение. А в качестве преподавателя выступают люди со стороны приглашенные? Да, закон Божий преподает у нас батюшка, а педагоги со стороны. Спасибо, матушка Александра. А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Седмица» с обзором основных новостей из жизни Пензы православной. В Покровский архиерейский собор Пензы доставили частицу святых мощей Лазаря Четверодневного, которого по преданию через 4 дня после смерти воскресил Иисус Христос. Верующие вспоминают об этом событии в шестую неделю Великого Поста, когда отмечается Лазарева суббота. Это первый раз в истории Пензенской церкви, Пензенской фархи, когда такая величайшая святыня пребывает здесь для того, чтобы наши православные христиане могли прикоснуться и помолиться святому праведному Лазарю. Как говорится, что он ни разу не улыбнулся после того, когда Господь воскресил его из мертвых. То есть он видел все эти ужасы, падок. По преданию святой Лазарь оставшуюся жизнь провел в скорби и непрестанной молитве за души тех, кого увидел во время своего пребывания в преисподней. Из-за преследования за веру он уехал на остров Крит, где жил в земляной пещере на берегу океана. Пензе объявили о строительстве пансеона для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет называться «Дом Вероники» и станет продолжением центра «Квартал Луи», в котором уже нет мест для новых жителей. Это будет комплекс из жилого дома, который будет рассчитан на 10 человек. Значит, это будет ангар, рабочие площади, там будет фото-видео-студия, мини-кафе и разные ремесленные мастерские. Под каждого ребенка, даже если у него работает один палец, будет разработана целая программа для того, чтобы он действительно был востребован. Новый центр будет находиться в микрорайоне Веселовка на территории храма введения Пресвятой Богородицы. Землю под строительство выделил митрополит Серафим. Он обошел ее крестным ходом, окропил святой водой и благословил будущих жителей иконой святой Вероники. Когда Христос шествовал по своему крестному, последнему пути по земле, отерло полотенцем его израненное лицо, и когда она вернулась потом в свое жилище, то обнаружила, что на этом полотенце, на этом брусе осталось изображение лика Христа. В доме Вероники будут жить бывшие воспитанники Нижнеломовского дома-интерната. Планируется, что они смогут справить новоселье уже 1 ноября. Я бы хотела научиться профессионально петь. Ну как профессионально, чтобы вытягивать. У меня вытягивать не очень получается, когда я пою. Благотворителям необходимо собрать 10 миллионов рублей. Пагажи начнут закладывать фундамент и займутся благоустройством терапевтического сада. Первые саженцы для него уже есть. Митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим возглавил божественную литургию в Пензенском храме всех святых. За богослужением пел хор Успенского кафедрального собора Пенза под управлением регента Ольги Горшеневой. В этот же день владыка совершил чин великого освящения престола, по окончании которого духовенство и прихожане обошли храм крестным ходом. В день памяти мученицы Матроны Солунской совершается уставное поминовение усопших. Господи, Бог милуй, Господи, Бог милуй, Господи, Бог милуй. По окончании богослужения правящий архиерей совершил положенное по уставу поминовение усопших, а затем владыка обратился к пастве. Все те, кого провожают в путь вечной жизни, и все те родственники, которые поминают своих усопших сродников, не забывали сие место, и оно для них всегда было местом благодатным для совершения святых молитв. Храни всех вас Господь, дорогие братья и сестры. Жители села Кончезера, Республики Карелия, заказали у пензенских мастеров иконостас. Детали еще обговаривают, но в целом гости из Карелии довольны. Икона для иконостаса, восстанавливаемого ими храма, расположенного в полусотне километров от Петрозаводска, с каждым днем все больше играют разными красками. Пензенские иконописцы стараются. Работа над этим иконостасом велась по архивным материалам. Слава Богу, до нас дошло историческое описание иконостаса. И там был перечень икон, и как бы можно было себе составить представление об этом иконостасе. К сожалению, фотографий нет. Потому и остановили жители Карелии свой выбор на пензе. Слава о местных мастерах гремит далеко за пределами Сурского края. Немалую роль сыграло и знакомство с нашим городом. Вообще, вот пенза стала для нас определенной такой отправной точкой. Мы здесь победили на конкурсе. Православие на телевизоре, радио и в печати. Совершенно неожиданно. Вот раз и победили. И тут раз, и нас познакомили с замечательным человеком, Дмитрием Баруновым. Православному храму села Кончезера Кондопожского района в этом году исполняется 150 лет. Последние 9 идет его реставрация. На деньги жертвователей и сборов от благотворительных акций. В богоборческие годы этот храм был и мастерской, и складом, и даже хлевом для домашних животных. Хотя его история начиналась в прямом смысле по-царски. Именно в нашем селе находился знаменитый чугунолитейный и медиплавильный завод, который поставлял для русской армии ядра, пушечные, там лили медь, чугун. И поэтому, наверное, император так соблаговолил и на прошение людей дал средства. Из кисок Анастаса тоже разработали пензенские архитекторы. Его длина составит 13 метров, высота 5,5. Собирать его в одно целое из более 20 икон будут уже на месте, в Карелии. Планируют успеть ко 2 сентября, когда сельчане отпразднуют юбилей храма Святой Троицы. В Успенском кафедральном соборе Пензы духовенство и прихожане собрались на утреннюю с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского. Богослужение возглавил митрополит пензенский Нижнеламовский Серафим. В Великопостных традициях утренню служили только при зажженных свечах. Это богослужение больше известно среди верующих как Мария Настояния. На нем прочитывается житие преподобной Марии Египетской. Я утопала в мерзостях на пути и то же, если не боли, делала и в Иерусалиме. Спасительные силы Божии озарила, наконец, мои душевные очи. И я все поняла, когда бросила взгляд на мерзость моей прошедшей жизни. Мария Настояние – самое длительное богослужение в году, когда осознается глубина покаяния Святой Марии Египетской. Будучи блудной грешницей, она через пост и молитву обрела святость и упокоение вечной души. В Пензенском архиерейском доме владыка Серафим совершил чин великого освящения храма нерукотворного образа Спасителя. А после этого возглавил первое богослужение в новоосвященном храме. За богослужением пел хор Успенского кафедрального собора Пензы. Храм в честь нерукотворного образа Спасителя при архиерейском доме был открыт первым. Он стал местом постоянной молитвы святителя Иннокентия Пензенского. Он жил в молитве, в своем великом подвиге и действительно заслужил пред Богом великие и очень значимые моменты, которые мы теперь как люди прославляем и безусловно, конечно, молимся святителя Иннокентия, чтобы он и нас подвигал на благую и добродетельную жизнь. С освящением домового храма завершилось восстановление архиерейского дома, которое продолжалось 20 лет. Здание передали епархии в 1997 году. В неделю пятую Великого Поста в храмах Пензенской митрополии была совершена четвертая в этом году служба Святых Страстей Христовых – Пассия. Службу Страстям Господним в Успенском женском монастыре Нижнего Ломова возглавил митрополит Серафим. За богослужением молились настоятельницы монастыря, игумения Варвара Трофимова, сестры и прихожане обители. Богослужебное песнопение исполнил хор Петроваловского храма города Пенза под управлением регента Дарьи Фадеевой. Проповедь по окончании богослужения произнес протеерей Иоанн Иеворский. Особые слова, которые мы возносим по престолу Содержителя, молясь, вспоминая о тех страшных страданиях, которые претерпел Господь наш Иисус Христос. Еще раз соприкоснулись с теми последними минутами жизни Спасителя на земле и его великого искупительного подвига, который был принесен за каждого из нас. И вновь стараемся приблизиться к нему и, конечно, очистив свою душу и сердце, радостно встретить светлое Христово Воскресение. Пассия в переводе с латинского «страдание» – особое богослужебное последование, которое совершается Великим Постом в воскресные дни вечером, когда читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Христа. Вы смотрите программу «Вопросы веры». Напомню, у нас в студии настоятельница Троицкого женского монастыря города Пензы, игумения Александра Макова. Матушка Александра, Вы являетесь настоятельницей уже больше года, до этого уже говорили мы об этом. Вы были келеницей покойной матушки Митрофании. Она, говорят, была очень строгой, игуменей. Вот вообще не с сестрами Вы придерживаетесь такой же строгости или как-то по-другому строите свои взаимоотношения? Умеренной строгости, так скажу. Такой есть игумен Вессарион, который писал стихи на сене, который Сергея Лаврова, он писал так. «Чтобы обречать своих спасти, нужно верно их пасти. Кого лаской, кого кнутом, чтобы не мучились потом». Вот так вот приверывшись и я. По-всякому бывает. А послушание каждой монахини налагается по ее возможностям и предпочтениям или личные пристрастия, интересы их вообще никогда не учитываются? Я придерживаю тех правил, что смотрим на возможность человека физически, психически, психологически правильно. На способности такие, к чему больше человек склонен, у кого больше какие таланты. Вот исходя из этого. Насколько я знаю, сразу после школы вы пришли в монастырь, то есть практически всю свою сознательную жизнь вы провели в обители. Но вот настоятельность, это же особое все-таки послушание, это не просто монахини. Вот в связи с этим пришлось в себе вам воспитывать какие-то новые, необычные для вас качества, то есть то, чего раньше не было, приходится себя заставлять. Наверное, этот отпечаток, что я находилась рядом с матушкой много лет, это мне очень помогло. Волей-неволей на нее смотреть, наблюдать, входить в ее положение, ставить себя на ее место несколько лет. Тем не менее, это как-то вот, уже воспитывались какие-то, наверное, качества, я так думаю. Ну и возглавить обители, конечно, много себе уже не позволишь, даже таких невинных каких-то, чего можно позволить было раньше. В монастырь приходят как в зрелом возрасте, так и в юном возрасте, и в основном, обычно даже бывает так, что вообще никакого образования у человека нет. Вот для монахинь предусмотрен какой-то образовательный процесс в самой обители, или самообразованием каждая занимается по мере возможностей? Самообразованием занимается. Есть две девочки, которые пришли и их приняла в монастырь, они живут, но учатся за воротами. Одна в институте педагогическом, другая в сельскохозяйственном техникуме. И такое разрешается, отпускается. Одна девочка у нас жила, закончила экономический институт, сейчас у нас работают бухгалтером. Она уже приняла постриг? Нет. Нет, она просто... Просто... Ну, последний вопрос традиционный о планах на будущее. Каким аспектом вы в жизни монастыря вы собираетесь уделять особенное внимание в течение этого года, в ближайшее время? Аспект – это, конечно, довести дома храм троицкий, поправить корпусы, небольшие ремонты. А так, поддерживать все то, что заложила наша матушка. Монастырь он тем и должен быть, чтобы соблюдать традиции, постоянно неизменные. У нас монашеская жизнь строится на Ивановских заповедях, поэтому изменений как бы не должно никаких быть. Покаяния, молитв. Спасибо, Матушка Александра. У нас на этом все. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Доброго здоровья и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok